Минутка интересностей. Вот сегодня ТСН сделали вид, что они якобы связались с одним из киборгов, а киборгам в аэропорту очень не сладко. И я на самом деле не знаю, есть ли там еще кто живой, но вот ТСН утверждает, что есть. И вот они связались с бойцом анонимным. Меня всегда удивляло, почему бойцы всегда анонимные, или там они в балаклавах, в масках. Ну мы же на своей земле, это проклятый агрессор пришел к нам. А нам-то чего бояться? Это наша земля. А наоборот, надо как бы с лицом, с фамилией, ну то ладно. Послушайте, что он говорит. С нового терминала. Там залышилось щебрянное наших около... Битил. Залышилось. Там... Ну вот что означает этот чш? Их там осталось чш? Их там осталось чш, это значит, что их осталось меньше, чем думают сепаратисты. Однозначно. Потому что, условно говоря, сепаратисты думают, что им противостоит там 100 человек, а их на самом деле 8, к примеру. Таким образом, телевизионная служба новостей дала пищу к размышлению сепаратистам. В очередной раз помогла им понять, что если там кто-то еще есть, то там их немного. Потому что, если бы их было больше, то наоборот бы вот этого чш не было. Наоборот бы сказали там 500 киборгов, 600 тысяч. Дальше. Пока киборги терпят лишения и пока количество киборгов в аэропорту приходит полный чш, в это же самое время откормленные бойцы батальона Донбасс раздают пресс-конференции. Они не бросаются на выручку. Вот замкомандира батальона Донбасс рассказывает, что он уже замахнулся на Кубань и подумывает о Северном Кавказе. Батальон, встроенный батальон, он будет называться, батальон специально призначен Кубань. Почему Кубань? Потому что Кубань – это исконная украинская земля. Там живут наши люди. Мы надеемся, и патриоты там остались. Если вы слышали когда-нибудь гастроли кубанского казачьего хода, я слышал, так они поют. Чайно-марло, Украина. Они поют. Воспрягают на хлопцы код. То есть там наши люди живут. А дальше там на Северном Кавказе. Аэропорт Большие Васюки. Регулярное отправление самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Рео-де-Жанейро и Мельбурн. Я все-таки смею надеяться, что он пошутил. Это, как знаете, я завтра буду ужинать в Кремле, но я пока что Донбасс не могу отбить. Это уникально.